Сегодня президент Даля Грибовскойцы приняла министра юстиции Риме Геоса Щемащуса, который отчитывался перед главой страны о передаче данных о счетах Олеси Беляцкого белорусской стороне. Даля Грибовскойцы призвала строго и беспромедлительно оценить ответственность чиновников, передавших информацию. На данный момент известно, что ответственность понесут три должностных лица. Руководитель Департамента международного права Аушра Бернатеня уже подала заявление об отставке. После скандала, возникшего по причине дорогостоящей командировки в Новую Зеландию вице-канцлера премьер-министра Гедрюса Казакявичуса, Андрюс Кубилес сообщил, что не намерен рассматривать возможность увольнения своего сотрудника, так как нет сомнений по поводу содержания и цели его поездки. По данным Содры, во второй четверти этого года заработная плата тех, кто застрахован различными видами социального страхования, составила 1759 литов 70 центов, что на 55 литов больше, чем сумма за тот же период прошлого года. Также за все месяцы этого года число принятых на работу людей превысило количество уволенных. Уже с сегодняшнего дня Государственный фонд обучения будет принимать заявление студентов о предоставлении суд. Этой осенью студенты могут получить финансируемый государством кредит на оплату или частичную оплату учебы, а также проживание. Сегодня в Литве пройдут значимые спортивные мероприятия. В Каунасе сборной Литвы по баскетболу в новой Жальгерес-арене сыграет дружеский матч с испанской командой, а в Паневежесе на поле местные экраны встретятся с командой из Тель-Авива Хапоэль. Субтитры создавал DimaTorzok